Сегодня глава Самары Елена Лапушкина проверила качество работы коммунальных служб. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Глава сообщила, что на улице города задействовано максимальное количество спецтехники, дворников и дорожных рабочих. Однако есть замечания. Во время объезда Елена Лапушкина нацелила все службы максимально ответственно подойти к обработке территории противогололедными материалами. Особое внимание уделить расширению проезжей частей тротуаров, подходам и подъездам к социальным учреждениям. Сегодня на уборке города задействованы 173 единицы спецтехники и 3 323 дворников и дорожных рабочих. Спецтехника и дворники трудятся во всех районах. Советский район опубликовал фоторабот на улице Свободы и 22-го порт съезда. Активно ведется механизированная уборка снегостротуаров, обеспечивая комфортное передвижение горожан. Красноглинский район, работа идет во всех поселках. Глава Кировского района Игорь Рудаков в 6 утра лично работает на территории и проверяет качество уборки. Проехал большую часть территории, посмотрел по содержанию придомовых территорий. Меньше, конечно, замечаний. Входная группа уже почищена. Проверил полностью ЖК Лесная, Поляна, Пуйбышев, 13-й, 14-й, 15-й микрорайон. Глава Ленинского района Елена Бондаренко тоже с утра на рабочем посту. По-прежнему самое пристальное внимание школам, детсадам и поликлиникам. Продолжается работа в Куйбышевском районе. Сегодня работают на очистке внутри дворовых проезда. В Куйбышевском районе тоже работают сообща. Ведут работы по расчистке придомовых территорий. Входные группы внутри квартальных проездов от снега. В Куйбышевском районе снега расчищают дворники, освобождают выходы из подъездов и лестничные марши. Глава Октябрьского района Сергей Радько призывает в случаях выявления некачественных работ писать ему в личные сообщения или комментарии под постом. Самарский район также борется со снежной стихией. Территорию обрабатывают противогололедными материалами. В железнодорожном районе трудится механизированная техника. Активно расчищают проезды. В Самаре из плена освободили таксистов. В полицию поступила информация о том, что в одном из офисов на улице Авроры находится мужчина, которого удерживают помимо его воли. Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке СОБР «Омега» освободили 21-летнего водителя такси. Потерпевший рассказал, что его сюда привезли под предлогом оформления ДТП, после чего потребовали деньги. Мужчине удалось связаться с родственником, который и вызвал полицию. Выяснилось, что злоумышленники занимаются арендой автомобилей. После совершения аварии на арендуемом транспорте под предлогом штрафных санкций забирают у клиентов деньги. Ведется следствие. В конце недели в Самарскую область придет настоящая зима с низкими температурами. По данным Приволжского ГМС 22 ноября в регионе будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, ледяного дождя. В четверг будет облачно с прояснениями небольшой снег. Температура воздуха от минус 8 до минус 13 градусов. На дорогах снежный накат гололедится. В пятницу местами пройдет небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 15 до минус 20 градусов. На дорогах ожидается гололедится. Днем столбик термометра покажет от минус 7 до минус 12. В конце рабочей недели облачные поля атмосферных фронтов принесут небольшой умеренный снег. Усилится ветер. Очаг морозного воздуха сдвинется на восток. Средняя стоимость смартфона в декабре текущего года составит около 26-27 тысяч рублей. Это на 15-20% выше по сравнению с декабрем 2022 года. Основная причина подорожания – рост курсов валют. В прошлом декабре средняя цена гаджетов была на уровне 21 тысячи рублей. Средний показатель вырастет за счет цен на смартфоны, вышедшие в текущем году. Производство автомобилей в России за январь-октябрь выросло более чем на 10% в годовом выражении – до 567 тысяч машин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Минпромторг. Речь идет о легковых, грузовых, легких, коммерческих автомобилях и автобусах. Так, с января по октябрь было произведено 567 тысяч автомобилей. Это более чем на 10% превышает показатели прошлого года. Редактор субтитров А.Семкин